Корейская Народная Демократическая Республика, о которой они говорили вообще с перенебрежением, теперь вызывает у них такой панический ужас. Солдаты уже машины. Какие солдаты? Их еще никто не видел. Не, их никто в глаза не видел. Вот они побежали, побежали. Ну же истерика такая, что Штарх Циммерман говорит, мы должны одеть всех формичен, украиночен. Они и так уже вовсю воюют. И так уже вовсю солдаты бундесвера, или как он у вас там называется, на курской земле. Опа, интересно, немцы в курсе, особенно Олаф Шольц. Спросите Аптиаруныча Лаудинова. А, не. Ну тогда точно правда. Там немецкая речь зафиксирована. Б**, но ты буду б**нуть. Я только одного не пойму. Что они, эти немецкие военные, вообще делают в Курской области? Потому что если верить вашему Аптиарунычу... Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли. Но Соловьев не унимается. Он продолжает сеанс односторонней спиритической связи с главой оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Возглавь этот отряд. Ну, возглавь отряд. Давай, садись в какой-нибудь свой очередной ахтунг-панцирь и давай вперед. Быстро поймаешь на себе всю радость общения с нашими блестящими воинами. Что я здесь делаю? Спрашивает себя генерал-лейтенант Бужинский, который столько лет отработал военным атташе за границей и прошляпил столько возможностей сбежать из России и встретить старость вне дурдома. Ничего, Бужинский, может еще съездишь за границу. Гаага ждет всех гостей этой студии. Сколько поляков уже перекуцали? Сколько их тысяч уже убито? Британцев сколько? Ах, да, они же, не, ну, французы, не, не, не. Я так понимаю, у гостей студии к Соловьеву тот же вопрос, что и у нас с вами. Если войска НАТО вторглись на территорию России, то почему Россия до сих пор не нанесла по этим странам ядерный удар? Ну, или, во всяком случае, не вручила их послам ноту протеста? Они просто где-то в горах, да, там очередной генерал заблудился, замерз, там где-то самолет случайно рухнул, один был. Здесь куда-то пошел на охоту и подстрелили. Мы же все понимаем, что это легализация трупов в зоне бывых действий. Похоже, на Рублевке этой осенью уродили какие-то необычные грибы. Других объяснений тому, что несет житель Рублевки Соловьев, я найти не могу. Что ж случилось-то? Что случилось? А то это получается так. Эй, русский Иван, ты давай один приходи, мы с братьями тоже одни придем. И там 50 братьев выстраиваются, таких нацистских, и все типа идут. Так и мы одни. Ну, а кто слева-справа, кто захотел, тот и встал. А, то есть весь этот спектакль нужен был, чтобы оправдать втягивание в трехдневную спецоперацию тысяч северокорейских солдат. Но ведь ровно две минуты назад он сам спрашивал, какие северокорейские солдаты? Какие солдаты? Их еще никто не видел. Нет, дело-таки не в грибах. Он просто поехал головой. Окончательно. Давайте посмотрим, синхронизировались ли с Соловьевым гости студии. Мы больше не услышим слово «изоляция». Мы больше не услышим слово «международное осуждение». Мы больше не услышим вот эту формулировку, которая меня так раздражала еще в начале, в феврале 22-го года, которую так полюбила вся наша либерота. Весь мир против России. А знаете почему? Потому что к военному преступнику Путину приехали еще несколько других швахнувшихся диктаторов и их вассалов из стран третьего мира. На саммит в Казани, который они все теперь будут обсасывать еще лет пять, если, конечно, столько проживут. А какие, собственно говоря, остались слова для того, чтобы они формулировали даже свои заголовки? Им же больше заголовки не из чего будет составлять. Ну, самый главный заголовок – это, конечно, генсек ООН, слуга террористов. К сожалению, это действительно так. В остальном же саммит в Казани стал настоящим провалом для Путина и его братвы. Не только потому, что Лавров на камеру ковырялся в носу. И не только потому, что во время выступления Путина его бред не слушали даже его недавние друзья. В предыдущем выпуске разбора помета мы детально разобрали, почему именно саммит Брикса стал огромным политическим и дипломатическим провалом Путина. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, и тогда появится ссылка на детальный разбор путинского позора на Бриксе. Ну, а пока Симоньян утратила чувство берега и разошлась по полной программе. Им же больше заголовки не из чего будет составлять. Я могу некоторые такие слова подсказать. Например, Россию изолировать не удалось. Например, санкции не работают. Санкции не работают. Но вот только российский Центробанк на третьем году трехдневной спецоперации поднял ключевую ставку по кредитам до 21%. Ну, сразу скажу, что мы рассматривали сегодня три варианта. Повысить ставку на 20%, на 21% и выше, чем на 21%. Вот, вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Но Набиулина прямо говорит, что это они всерьез еще толком ничего не начинали. Предметно обсуждали варианты повышения ставки на 20% и на 21%. Возможность повышения такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать. Все дошло до того, что шеф российской военной промышленности Чемизов пришел жаловаться на российский же Центробанк в российский парламент, так называемый. «Заводы могут встать», предупреждает Чемизов. Взаимными средствами, предприятиям пользоваться просто невыгодно. О чем я уже неоднократно говорил. Просто если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас практически большинство предприятий станут банкротами. Загрустили российские сенаторы. А на их хозяйке Матвиенко так вообще лица нет. Похоже, они все начинают понимать, что их ожидает. Такой рентабельности с процентами, с более чем 20%, я, к сожалению, не знаю ни одного такого бизнеса. Может быть, какие-то есть там, торговля охотиками или еще чем-то. Но даже торговля оружием не дает такой прибыли. Давайте откровенно. Мы можем сколько угодно радоваться дефициту и массовому воровству сливочного масла в российских магазинах. Мы можем сколько угодно смеяться над этим, а также над тем, что в Мали, Анголе и Либерии кредиты брать выгоднее, чем в России. Но в конце концов, все это всего-навсего удар по так называемому гражданскому населению России. Как показывает практика, ему все равно, по крайней мере, было до сих пор, в какой нищете жить. Но вот когда шеф военной промышленности выходит и заявляет, что у него вот-вот встанут танковые и авиационные заводы, при том, что Набиулина всерьез повышать ставку по кредитам еще даже не начинала, мы допускаем дополнительное и допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре, то это уже очень серьезно и очень страшно. Но у Симоньян все по плану. Например, Россию изолировать не удалось. Например, санкции не работают. Все по плану. Санкции не работают, а Россия вот-вот возьмет под свой контроль всю Украину, Европу, ну или, по крайней мере, Кореневский район Курской области. В данном СВО мы уже выиграли. Но не все гости студии разделяют оптимизм Симоньян. Депутат Калашников, например, не уверен в победе России. Вот очень многие успокаивают нас, да. Ну, Россия не может понести поражение. Россия не может понести поражение. Вот я как мантру иногда слушаю это. Нет, может. Она понесла такие стратегические поражения, вот как раз после Первой мировой войны и 91-й год, 90-е годы. Это тоже наше стратегическое поражение. Это огромное поражение, о котором мы не просто помним, мы с вами присутствуем. Россию нельзя победить на поле боя. Россия может проиграть мир. Это другое дело, да. Война намного лучше мира, убеждает своих зрителей нацист Соловьев.